Игра пока равна. Отлично, что самарцы открыли счет в этой встрече. Блестяще все было сделано. И зевнули гости. Зевнули вот эту контратаку. В результате которой форвард Крыльев оказался в одиночестве перед воротами соперника. Классно обвел ворторя. И спокойно расстрелял пустые фактически ворота. Не дал никому из защитников. Может быть сейчас пробьет кто-нибудь из голландцев. Стенка примерно на линии штрафной площадки. Бить судя по всему Перес будет. Правда здесь же рядом с Пересом и Флара находятся. И Штайншарс. Удар поворота. Мяч в стенку попадает. Ничего страшного у голландцев не получается. И вот вторым ударом, к сожалению, получается. Мяч заскакивает в угол ворот со второй попытки. Но какой-то довольно неприятный гол. И даже частично нелепый. Пусть даже удар и получился. Флар все-таки забил. Но вот Флар свою уже... Ну не то что оплошность. Когда забивали в ворота АЗ. Флар был беспомощен. А вот сейчас ответил. Удар слету. Неплохой, точный. Но при этом не очень сильный. Не хочется, в общем, сетовать на то, что тем не много. Филба. Быстрая передача на Баба Адаму. Но вот скорости бы ему как здорово обыгрывает. Ну, нужно бить удар. Это шедевральный, просто шедевральный гол забивает Баба Адаму. Может быть, скорости ему не всегда хватает. Но посмотрите, как он соперника обыграл. Я, честно говоря, наверное, можно вспомнить такие голы. Помнится Пол Гасконь. В 96-м на чемпионате Европы что-то подобное забил в ворота сборной Шотландии. Неверняка вы, уважаемые телезрители, еще что-нибудь можете вспомнить. Но посмотрите, как красиво. По-моему, еще в прошлом году, в позапрошлом, где Драгба в бытность игроком Марселя тоже вот подобный мяч забил. Посмотрите, как здорово все сделал Баба Адаму. И как он обыграл защитника. И, по-моему, вполне поквитался с Фларом, у которого такой красивый гол получился. Потому что нет мяч. Это и помогло защитнику его нагнать. Шава подает угловой. На вес Шавы от угла поля. Удар. Гол. 3-1. Великолепно. И Денис Ковбах. Ну что делают крылья? Это замечательная команда по настрою. Просто великолепно. Я не знаю еще, как радоваться. Посмотрите, что демонстрируют футболисты крыльев у кромки поля. 3-1. Но кто этого ждал? И как бы этот матч не закончился? Самарцы просто молодцы. Умницы. И какой удар. И снова гол-то какой. Великолепно забивают крылья. Вы посмотрите, как попал Денис Ковба. Аккуратно в паутинку. И Дениса Ковба поздравляют его партнеры. Итак, счет становится 3-1. А преимущество Самарцев составляет уже два мяча. На соотношение у Владимира мячом было у Азе просто чудовищное преимущество в первом тайме. Сейчас все меняется. Удар. Вот это неприятно. Все-таки использовали свой шанс голландцы. Не могло все так складно получаться. Наверное, все-таки Азе такая команда, которая вперед идет до последнего. И голландцы не мытьем, так катанием мяч в ворота отправили. Хотя мытьюбут. Что же делать мытьюбут так близко к центру поля. Да, вот здесь упустили. Снова дальний удар. Если скажу честно, я вот не ожидал такого развития событий. Все вроде бы складывалось для крыльев относительно хорошо. Но вот упустили Кеннито Переса. Удар и мяч в сетке. Сейчас навеса в чужую штрафную. Высокая передача. Не получилось. В общем, задуманно было неплохо. Но, может, сейчас вот что-то получится. Удар! Гол! Был, был гол. И все-таки самарцы четвертый раз отправляют мяч в сетку соперника. Андрей Гусин это делает. Хотя мне показалось, что мяч еще раньше оказался в сетке. Фантастический матч мы с вами смотрим. Но здесь сказывается и то, что Азе тоже особо оборонят. Это не любит. Больше любит атаковать. И как же здорово играют самарцы. Лейлтон. Удар через себя фантастический. И посмотрите. Мне все-таки кажется, что вот здесь мяч уже пересек линию ворот. Но судья не зафиксировал. И Андрей Гусин ну просто молочина. В падении мяч в ворота переправил. И так мяч убут. Нет, это бил Баба Адаму. Нет, все-таки мяч в ворота не попал. И Гусин в падении добивает мяч в сетку. 4-2 в пользу крыльев. Очень много. Остается играть уже меньше 10 минут. Голландцы атакуют. Не трогают только соперников. Мяч влетает в сетку. Ну что ж тут поделаешь-то? Ну не хватает чего-то самарцам в обороне. А голландцы идут вперед и забивают. 4-3 становится счет. 85-я минута. Шатар Виладзе забил. Давайте мы еще раз посмотрим. Не было здесь положения вне игры. Надо это признать. И вот туда. И вот здесь еще не повезло. Но удар-то не получился. Очень легко. Скоро Виладзе, конечно, обошел Гусина. Ну и опять повезло. Мяч от Лобоса отскакивает футболиста Алкмара. И затем уже заскакивает в ворота. Ну что тут будешь делать? Три мяча забили сегодня футболисты Алкмара. И в общем в первом и третьем без везения не обошлось. Хотя, конечно, без... Ложит Баба Адаму на газоне. Нет, все в порядке с форвардом. Тоже подустал он в конце матча. Да всех это касается. Это касается и Лейлтона, который уже не ходит вперед. Смотрите, насколько чаще нарушали голландцы сегодня правила. Это им просто повезло, что арбитр позволил им... Гол! Гол 5-3! Но это изумительно! Бабер что делает с левой ноги? И фантастические мячи сегодня забивают самарцы. Очень вовремя. Ну просто матч уникальный. Абсолютно уникальный матч. И Бабер приносит таки крыльям преимущество. В два мяча уже в добавленное арбитром время. Ну почему бы еще тогда не забить в самом деле? Еще играть-то три минуты. Давайте посмотрим. Антон Бабер. У меня вообще-то правая нога рабочая. Я не помню даже, чтобы Антон забивал левой. Но он-то сам наверняка может их вспомнить и рассказать. И удивительный по красоте удар в дальнюю девятку. 5-3! 5-3 в пользу самарских крыльев. И прекрасные шансы у самарцев сегодня. Ну, в общем, доказать, что они просто лучше Алкмара. Если бы не небольшие огрехи в обороне. И все бы могло закончиться совсем здорово сегодня для самарцев. А так 5-3. Два мяча преимущество самарской команды. Бут выносит мяч вперед. Есть еще время. Но, правда, есть время и забить еще АЗ. Пошел вперед Виноградов. Вне игры. Вне игры.